Удивительно, но в канун выборов в Государственную Думу 2021 года либеральные СМИ, в частности, Канал Дождь, просто активнейшим образом в течение нескольких месяцев пиарили коммунистов. Николай Платошкин сейчас в студии Телеканала Дождь. Добрый вечер. Расскажите про сегодняшнее заседание, ну даже не только про сегодняшнее, а про... Как только Геннадий Андреевич Юганов и ПРФ выступает против пенсионной реформы, совхоз проигрывает все суды. Как только Геннадий Андреевич и Партия выступают против поправок в Конституцию, совхоз проигрывает все суды. А может Дождю просто из КПРФ денег занесли? Но нет, так или иначе, и другие либеральные СМИ и блогеры также пиарили КПРФ. Вот, например, Илья Яшин рассказывает о притеснении властями Грудинина, тем самым поднимая его репутацию среди своей аудитории. Да что там Илья Яшин? Вот один из ближайших соратников Навального, Владимир Милов, прямым текстом говорит, что я ненавижу коммунизм, но буду голосовать за коммунистов. Так вот, я проголосую за КПРФ. Могу вам сразу сказать, почему. Потому что это ключевая сила, которая может сегодня работать как эффективная дубина против монополии Единой России. Так почему либералы пиарят именно коммунистов? Ну, понятно, это самая крупная оппозиционная партия на сегодняшний день, но есть же ЛДПР. Тоже очень крупная партия, которая по итогу думских выборов 2016 года набрала почти столько же, сколько и КПРФ. Почему не агитировать за нее? Ведь она тоже большая и имеет хорошие шансы на победу. Тем более, либерально-демократическая партия вроде должна быть как-то поближе несистемным либералом, чем коммунисты из КПРФ. Разве нет? А начать стоит с того, что партия эта зарегистрировалась и сформировалась еще во времена СССР. И тогда все политические силы, которые противопоставляли себя коммунистам и КПСС, называли себя, как правило, демократическими и либеральными. Но является ли ЛДПР демократическими и либеральными по факту, а не по названию? Мы тысячу раз говорим, монополия, алкоголь, табак, сахар. Самые потребляемые продукты. Не хотят. Это 20-30% бюджета. Паленая водка, не борются. Опять смертельные случаи. Национализировать тяжелую и добывающую промышленность. Да, очень либеральненько. Еще чуть-чуть и прям вообще либертарианство будет. Но подождите, монополии виноводочного сектора и тяжелой промышленности Владимир Вольфович не ограничивается и идет еще дальше. Следует понизить ставку ЦБ до 13%, выдавать только связанные кредиты, связанные на производство, на строительство. И никаких кредитов на покупку валюты. Запретить покупать валюту, ввести норматив, позиция по валюте. Если ты купил сегодня, к вечеру у тебя изменилось, валюты стало больше, мы у тебя забираем это. Госсектор должен быть в ключевых отраслях. Машиностроение, химия и сырьевые отрасли. Частник здесь ничего не сделал. Только все разрушил. Обманутых дольщиков не будет, наверное. С ними вообще нужно прекратить. Должно быть министерство строительства и ЖКХ строить, эксплуатировать и продавать. И никаких инвесторов. Никакой связи людей с деньгами в отношении граждан. Не должно быть такого понятия обманутый дольщик. У государства все купить. И государство эксплуатирует. Эти управляющие компании себя не оправдали. Частный сектор себя не оправдал. То есть, надо еще и сферу строительства передать государству, сферу ЖКХ полностью передать государству и еще много чего. Ну, то есть, в плане экономики Владимир Жириновский практически полностью копирует как бы социалистическую программу КПРР. Где здесь либерализм? Совсем непонятно. Ну, а может быть ЛДПР либеральный в вопросах личной жизни граждан? Ну, знаете, как Демократическая партия США, например. Вмешательство государства в экономику они допускают. Знаете, там всякие пособия, квоты. Но вот вмешательства в личную жизнь нет. Поэтому демократы в США, которые также называют себя либералами, выступают за свободу вероисповедания, свободу слова, свободу опортов, за секс меньшинства и так далее. Ну, и тут опять мимо. Моратория отменить, восстановить смертный указ по всем преступлениям, которые сказаны в Уголовном кодексе России, добавить экономические преступления, незаконные выводы страны, денег в объеме миллиардов рублей, тоже смертный приговор. Один миллиард, все, смертный приговор. Не надо бояться судебных ошибок, ввести еще состав преступления, по которому тоже может быть времена смертная касть, в отношении судей и следователей, которые привели в судебные ошибки. Тогда они никогда не вынесут неправосудного приговора. И в продолжение темы уголовная ответственность или даже смертная казнь. Такое наказание за распространение фейков о коронавирусе предложил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что в сети появляется много информации, которая не соответствует действительности, тем самым провоцируя панические настроения в стране. Полки пустые в России. Какие пустые, все переполнено. В России там полно заболевших. До 100 человек еще не дошло. И в основном заболевают те, кто вернулся. Поэтому любые фальшивые сведения или провоцирующие панику – самое суровое наказание. Как минимум тюремное заключение. 10 лет, 15, 20, пожизненно. А еще лучше смертная казнь и публично. Я уже молчу про то, что нигде и ни разу ЛДПР не обнажала свою либеральную сущность во время принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России, например. И проголосовала в унисон с Единой Россией и КПРФ. Ну, хорошо, ЛДПР не либеральная партия, как мы выяснили. Но может быть хотя бы демократическая? Выборы партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница? Они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Россия расцветала, рождалась и может развиваться только в формате империи. Прибавьте к этому крымскому выступлению 2014 года еще постоянные реверансы в сторону Российской империи и монархии, и вы поймете, что демократия здесь не пахнет. Да, кстати, вам это ничего не напоминает? Жесткое экономическое регулирование, тем не менее, без отмены самого института частной собственности. Отмена выборов, апеллирование к чувствам национального большинства, агрессивная международная риторика. Киев уничтожен, сожжем Киев, напалмом Киев сожжем. Танки на Киев, да? Не танки, а напалм издалека. Напалм на Киев. Из Донецка, сжечь город Киев. Да-да, это именно оно. Национализм с элементами неофашизма 21 века. Как, например, ультраправый народный фронт во Франции или альтернатива для Германии в ФРГ. Кстати, среди партий-побратимов у ЛДПР числится сербская ультраправая радикальная партия. А до 2014 года ЛДПР совсем не стеснялась сотрудничать с откровенно националистическими организациями. Я уже молчу про то, что требование об отмене 282-й так называемой русской статьи значится в программе партии до сих пор. Прибавьте к этому старый добрый популизм. Да-да, вот это легендарное умение Владимира Вольфовича переобуваться в воздухе по 5 раз на дню в зависимости от того, перед каким электоратом он выступает. И вы поймете, насколько близок он к легендарным националистам 20 века. Вот он говорит про то, что государственной религии быть не должно. Что религия говорит? Не, значит, не прелюбодействуй. Ну, дайте молодежи сегодня такой лозунг. Нет, всем прекратить половые отношения. Религия запрещает. Да они вас сметут и правильно сделают. Вот не надо навязывать, как религия сказала. Религия это прошлое человечество. А вот в предвыборной программе написано, что государство должно поддерживать традиционные религии и защищать христианство. То он говорит о том, что нужно убрать налоги с Дальнего Востока, вернуть северные надбавки, увеличивать зарплаты и так далее, чтобы люди не уезжали, а наоборот возвращались. Кто говорит, что не хотите работать за такие деньги? Хорошо, не работаете. А мы на ваше место привезем мигрантов или заключенных. Нет рабочих. А вот вторую Транссибирь гнать нужны десятки миллионов рабочих, которые будут жить в тайге, жить в бараках, могут быть без душа, туалет на улице. Русские ребята не пойдут этим заниматься. Зачем страдать, когда они живут в городе с семьей, жена, родители. Поэтому они нужны, к сожалению. Идеальный вариант без мигрантов, но хотя бы их использовать в крайний север, Дальний Восток, Сибирь, там, где они будут одни. Но это ли бесит больше всего наших отечественных либералов? Или что-то другое не дает рекомендовать им ЛДПР в качестве главной оппозиции Единой России? Ведь они сами признают, что они будут голосовать хоть за коммунистов, хоть за сталинистов, лишь бы это было эффективно в лишении политической монополии Единой России. Честно признаюсь, там, старый убежденный антикоммунист, ненавижу коммунистов. Так вот, я проголосую за КПРФ. Могу вам сразу сказать, почему. Потому что это ключевая сила, которая может сегодня работать, как эффективная дубина против монополии Единой России. Вот именно. Их бесит не столько ультраправая риторика или переобувание в воздухе постоянной Владимира Вольфовича, сколько отсутствие реального оппозиционного потенциала. Да, на словах Жириновский выглядит очень грозно. Объявите о самороспуске и уйдите проще всех парламентов. На наши места посадили членов избиркомов. На наши места посадили наблюдателей. И потом пишите фальшивые протоколы, что все выборы все признали. Никто не признал никакого выбора. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти. Пропадите пропадом. Убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Негодяй. Но это только на словах. А на делах получается как-то вот так. Посажу всех в тюрьму под весы. Всех провокаторов. На три года. Жесткие меры в отношении таких людей, как Навальный. Их не должно быть ни в нашем обществе, ни в нашем государстве. Просто противно о нем говорить. Но он есть. И находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные? Наркоманы? Проститутки? Кто они поддерживают? И это не просто личное мнение Владимира Вольфовича. Это официальная позиция партии, закрепленная в ее программных документах. То есть они против несанкционированных митингов, пикетов, забастовок, только за законную борьбу на выборах. А что делать людям, когда выборы безбожно подтасовывают, а на одиночный пикет-то уже и не сходишь, не получив штраф, совершенно непонятно. Поэтому не важно, что говорит Жириновский на словах. Главное, что он делает на деле. На деле власти давно его уже не боятся, а используют как громоотвод для народного гнева. Ну или как королевского шута. Тоже неплохо. Вы только посмотрите на реакцию Путина и его приближенных на очередное выступление Владимира Вольфовича. Я спрашиваю молодежь, школьников, говорю, кто главный персонаж Муму Тургенева? Говорит, собачка, Муму, собачка, как может быть, собачка, щенок, главным героем, с кого брать пример. История искусств и культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальное меньшинство. Мы и то, и то не используем сегодня. Поэтому нет сегодня ни одного великого деятеля культуры. Натурал, зажравшийся, сидит в Москве в шикарной квартире, творить не будет. Для творчества нужен толчок. Кто-то может сказать, что Зюганов-то не лучше. Он тоже постоянно сливает протесты и действует против несистемной оппозиции. К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного папаха Пона, именуемая Навальным. И хочется называть даже это имя. Навалились на Россию. Его обслуживают минимум четыре разведки. ЦРУ это точно. Только вот есть существенная разница между партией Жириновского и партией Зюганова. Жириновский это главный драйвер ЛДПР. Главное медийное лицо, тот на ком все держится. Не будет Жириновского, партия сразу же сдуется и вылетит из всех рейтингов. В КПРФ же все наоборот. Зюганов это главный тормоз и вредитель партии. Партия держится за счет низовых региональных ячеек, за счет других медийных лиц. И уйдя, Зюганов сделал бы ее только сильнее. И разговоры о замене Зюганова на того же Бондаренко ведутся уже не первый год. Но ЦК каждый год продлевает полномочия Геннадия Андреевича. Наверное понимая, что хоть он и тормозит развитие партии, но тем не менее он является согласованной, компромиссной фигурой для Кремля. Зюганов скорее всего согласован Путиным и гарантирует партии безопасность. Тогда как приход на пост генерального секретаря, скажем Бондаренко или Рашкина, может закончиться просто запретом партии и коммунистической идеологии вообще. То есть, понимаете, КПРФ это все-таки партия, где есть конкуренция мнений, внутрипартийная борьба, а какой-нибудь региональный лидер вполне может не согласиться с мнением Геннадия Андреевича. Так, например, Бондаренко поддержал январьские митинги против политических репрессий и сам участвовал в них, за что чуть не схватил статью. Тогда как ЛДПР больше напоминает коммерческую организацию, некое такое ООО, которое занимается трансформацией голосов избирателей в деньги, без каких-либо намеков на внутрипартийную борьбу. Да, в ЛДПР бывают исключения. Например, арестованный в июне 2020 года Сергей Фургал, который начал проводить самостоятельную политику, отдаляться от Москвы, а на муниципальных выборах 2019 года в Хабаровскую думу отказался подтасовывать результаты в пользу Единой России, что привело к полной победе кандидатов от ЛДПР. А что по итогу? А по итогу Владимир Вольфович покричал-покричал в думе, а потом, когда вместо Фургала федеральными властями был назначен более лояльный Москве и лично Жириновскому Дегтярев, он это дело и прекратил. Еще стоит отметить, что фракция ЛДПР вместе со Справедливой Россией единогласно поддержали обнуление сроков Владимира Путина и общий пакет поправок в Конституцию, оппозиция, которую мы заслужили. Вот такая вот она партия ЛДПР. Химера господина Жириновского. Скользкая, псевдооппозиционная, паразитирующая на националистических настроениях наиболее бедных слоев русского населения. Постоянно меняющий свою окраску хамелеон, который только и умеет жить, что в среде полной политической безграмотности. Благо, что по данным последних соцопросов, политизация населения и уровень политической грамотности растет, а рейтинги ЛДПР наоборот постепенно падают. Эти данные дают повод надеяться на лучшее, на то, что люди наконец-то перестанут верить горлопанам в телевизоре и поймут, что кроме них самих, их решением проблем никто заниматься не будет, им никто не поможет. Перестанут верить в сказки о революции сверху и возьмут судьбу в свои руки. С вами был Василий Садонин и проект «Выход есть». Да пребудет с вами логика, да пребудет с вами знание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!